Добрый день! Спасибо, что пришли на наше интервью и надеемся, что эта информация будет полезна всем, кто также хочет улететь в Великобритании учиться. Джамшит, не могли бы вы рассказать поподробнее о себе, о том, где вы учились и где продолжаете свою учебу? Я учился в университете Губкина в филиале города Ташкент. И я сейчас в данный момент учусь на магистратуре в нестегазовом факультете в Роберт-Кордоне. Это на Бердине. Как я сюда попал? Я сам в Губкина учился тоже в нестегазовом факультете и потом решил продолжить свое обучение. И я заранее интересовался английским языком, потом подумал, почему это пропадать. Ну попробую в иностранный вуз. Ну вот, я здесь учусь. Можно спросить, а почему вы не попробовали найти работу в Ташкенте? Так как у нас тоже очень много перспектив. Нефтегазовая отрасль тоже очень развивается. Нет, у меня была работа. У меня все было после окончания вуза. Типа работа, семья, девушка. Все это было у меня. Потом я решил изменить свою жизнь. Потому что, как по мне, все живут одинаково. После обучения вуза они идут куда-то поступать на работу и там работают. Потому что у меня были варианты работать в узбекнефтегазе, в Эриле, в Enter Engineering. Ну, в таких очень-очень хороших, престижных нефтегазовых рабочих местах в компаниях Узбекистана. Ну, мне как бы хотелось работать на другом месте, как бы на уровне PP, Halliderton, Shell, вот в таких местах. А с нашим дипломом, как бы, мы с Ташкента. Это очень сложно, так как я прочитал очень много информации про эти компании. Они более склонны принимать студентов, которые имеют иностранные дипломы. Вот и решил попробовать. Еще вопросы? А вопросы есть? Можно взять, почему вы именно выбрали Роберт Гордон Университет? У меня было много вариантов. Да. Во-первых, люди думают, типа, вот, я выиграю грант, поеду за границу, там, буду учаться, стипендию получать. Да, такое возможно, и не всем везет. Но это реальность, надо принять это. Типа, некоторые люди, они могут сидеть дома, писать там motivation letters, сюда-сюда подавать в университеты разные. Ну, у меня такой возможности не было, так как я, когда обучался в УЗИ в Ташкенте, я работал ночную смену и, как бы, утром учился, и вообще у меня времени не было. Я, когда приходил домой, я прямо уже с ног валился, ничего не смог делать. Потом я посмотрел про вот Юниверс Круп, поехал туда, вот, и первый человек в Шарке-Теке вышел. Вышел, он предложил, я ему объяснил ситуацию, что у меня вообще нет денег, типа, на такие ВУЗы. И на scholarship, я, конечно, подавался на разные scholarship, но у меня вообще не получилось взять scholarship никакого. Я ему ситуацию объяснил, и он дал мне несколько вариантов. Там был вариант с Америкой, University of Idaho, Австралия было, я не помню название университета, и UK. Потому что oil and gas – это очень дорогое направление. Если вы вот свои средства обучаетесь, вы очень много денег, ну, жертвуете очень многим, потому что вы знаете, как это развито, oil and gas во всем мире. Потом Шарке-Теке, вот, он предложил такие ВУЗы, и Роберт Гордон я выбрал, потому что он был более, как сказать, ну, accessible for me. Как бы, я мог позволить эту сумму. Ну, потом я посмотрел, там, employability rate в Скотландии, в Шотландии очень высокий, почти на первом месте. И, как бы, меня это заинтересовало, думал, если я окончу этот ВУЗ, смогу найти работу, и так далее. Поэтому я сюда приехал. Как вы считаете, нужен ли PreMaster's, когда подаете нам институту? У меня целью было, как бы, адаптироваться, потому что я сам оплачивался за свое обучение. И поэтому PreMaster's, как бы, я, типа, план себе построил, стратегию тебе поеду, на PreMaster's я буду адаптироваться к Шотландии, там, найду работу, и когда на магистратуру перейду, у меня будет все спокойно. Ну, в принципе, этот план сработал. PreMaster's, он вообще не нужен. Вот, открытую говорю. Потому что в PreMaster's люди обучаются, не обучаются, а повторяют, расширяют своего вот этих knowledge, вот этих знаний. А те студенты, я как понял, ваш контингент более молодые, те, которые заканчивают ВУЗ и едут на магистратуру, вот им PreMaster's не нужен. Потому что там начинаются элементарные математики, там, элементарный английский язык, обучают, как писать тезисы, вот это вот, это все. Одно меня устраивало в PreMaster's, это Oil & Gas, потому что я обучался на русском языке, а там мне давали знания на английском языке, и я, как бы, свой словарный запас обновлял. Вот и все. Если у вас там, как сказать, с деньгами все нормально, то не надо тратить их на PreMaster's. Скажите вот о ваших впечатлениях о Шотландии. Вот вы первый раз приехали туда, оправдались ли ваши ожидания? Как вы себе ее представляете? Было очень холодно. Вот, вышел с самолета, и сразу очень холодно. И очень долго лететь сюда. В Шотландию, про Шотландию я вот, как любой человек, интересовался, очень много читал, там, очень много видео смотрел, там, в эйфории был, когда сюда приехал. Я ночью сюда приехал, вообще везде было пусто, я был уставший. А вот уже, как через месяц, когда уже адаптировался, посмотрел, что к чему, понял, что это, именно я про Абердин сейчас говорю, самое спокойное место в UK. Потому что это, как бы, village, считается. Ну, по их меркам. А по нашим меркам это город, в принципе, очень даже хороший. Это здесь спокойно, потому что немногие сюда приезжают, и люди, как бы, город самый маленький, и люди, как бы, все друг друга знают, все такие вежливые. И здесь очень много народу бывает, когда цена на нефть очень высокая, потому что этот город, он очень, так, построен под нефть, можно сказать, потому что вы выходите на North Sea и смотрите, там, вышки прям, видно их. Там все думают только о нефти, только о газе, вот так вот здесь. Люди очень хорошие, там, помогают, подсказывают, если там проблемы. Иногда некоторые бывали и решали проблему. Ну, и еще здесь очень люди хорошо относятся к иностранным студентам, потому что очень много студентов здесь. Здесь два больших университета, университет Абердина и Роберт Гордон. Вот там, ну, я точно, ну, точное число не знаю, но очень много иностранных студентов из разных уголков мира. Вообще, вы не понимаете шотландский акцент? Нет, нет, шотландский акцент, он, как бы, у людей, которые живут в поселках Шотландии, Абердина. Вот, недавно с другом об этом говорил, он сам из Шотландии, вот, коренной шотландец, он сам иногда не понимает шотландский акцент. Здесь, как бы, здесь в городе не живут так много людей, которые, вот, имеют реальный акцент, а так, нет. Акцент понимать, может быть, и сложно, но людей с акцентом здесь нет. А те, которые с акцентом, да, они, вот, в поселках живут, но с ними вы не будете общаться, это сто процентов. Вообще, какие были сложности, когда вы приехали? О, спросите лучше, каких сложностей не было. Вот, когда я вообще выбрал этот Роберт Гордон, у меня был, как бы, первый вопрос, как я это вообще оплачу, потому что у меня там 15 тысяч за обучение, вот, и еще 7 тысяч за Примастерс. В общей сложности 22 тысячи фунтов серлига, да, у меня такие же глаза были, да, но я не думал об этом, старался не думать. Первая сложность была найти деньги на начальный взнос, вот, это, как бы, позволило мне работать в Ташкенте, и, если вы знаете английский язык, да, ребят, я вам очень рекомендую, там, идите на логистику, идите, вот, Тиспач, там очень много компаний в Ташкенте, найдите их, и вы получите очень хороший заработок. Вот это, типа, лайфхак. Потом я нашел эти деньги, на Примастерс я оплатил где-то 4300, вот, когда прилетел сюда, меня встретили здесь, мои друзья, и потом, вот, начались сложности, они сказали, ты должен, ты хочешь оплатить, работай здесь, я сказал, да, но сказали, это невозможно, ты, как бы, ты не сможешь. Я сказал, почему, они говорят, здесь, здесь очень строго с этим, например, иностранным студентам здесь нельзя работать больше 20 часов в неделю, когда у вас семестр идет, а вот, когда у вас holiday, то вы можете unlimited работать. И здесь средняя зарплата, получается, 8 фунтов за час, это зависит от вашего возраста, до где-то 10 фунтов за час. И если вам, вы такой, как сказать, вы нашли в такую хорошую работу, вам платят 10 фунтов за час, и вы можете работать 20 часов, получается, у вас 10 фунтов, да, за неделю. И, как бы, это, в принципе, невозможно оплатить за обучение, если вот так вот посчитать. Этого хватит только на rent money и на, вот, проживание. Потом у меня была первая сложность, была первая сложность, как найти работу. Ну, я знал, что везде есть такая работа, как бы, нелегальная, вы можете работать, никто не узнает. И я нашел такую работу. Я до приезда сюда, я созванивался с людьми, и мне нашли квартиру, потому что не надо искать квартиру, когда вы уже здесь. Потому что это долгое время займет, и там, у вас, как бы, нет времени на это. Мне нашли квартиру, я сразу же, вот, приехал. На следующий день я переехал в ту квартиру. И я начал уже общаться с людьми, которые здесь живут долго. Вот, и спрашивать у них, что к чему, какая работа там. И где-то два дня у меня ушло на то, чтобы искать, как бы, нелегальную работу. Официант, бармен. Здесь очень много турков, и очень много из Прибалтики, Латвии, Литва, Эстонии. Вот у них спрашивал, там все постарались мне помочь. А потом я нашел работу как доставщика. Ну, наверное, все знаете, Uber Eats, там, не знаю, Just Eat. Не знаете, не знаете. Вот. Потом у меня был выбор, типа, доставлять еду с машиной или на велике. Я боялся, потому что я не думал, что наши права здесь проходят, водительские права. И, как бы, здесь левосторонние, нет. Нет, здесь правосторонние, да, а у нас левосторонние в Ташкенте. И, как бы, это очень, очень было страшно водить машину в первое время. А потом я начал на велике доставку делать. Я так, я же сказал уже, что город маленький, поэтому все рестораны и дома людей, они вот очень близко расположены. Ну, как близко. Максимальная дистанция где-то, может быть, 10 километров. Это максимум. Вот и начал доставлять на велике. В Ташкенте такого я вообще не делал. Я вообще не представлял, что такое возможно на велике. И вот первая сложность была, вот, первая доставка. Я там все уронил, там все смешалось. Вот, когда вот открыл сумку, девушка была, она смотрит на меня, я на нее смотрю. Ну, что поделаешь, я вот так вот, ну, хорошо, она взяла вот этот весь хлам, потом, наверное, выбросила. Вот, на велике работать было сложно, потому что я вот каждый день работал по 5 часов, по 6 часов, и просто так кататься на велике, это нормально. А когда у вас там время тикает, и вы там на возвышенности поднимаете, потом спускаетесь, это очень-очень сложно. Я чуть не знаю, я думал, что я не справлюсь. Потом начал искать в интернете e-bike, электронный велосипед. Потом нашел электронный велосипед на все деньги, которые у меня были вообще в то время, на ренд, на все, на все-все деньги. Я купил этот e-bike, и я рискнул, как бы у меня вообще не было денег. Потому что, если я так не сделаю, я себя знаю, я не начну шевелиться, да? Потому что человек начинает уже шевелиться, когда у него нет денег вообще. И после того, как я купил, я вот начал очень-очень усердно работать. А сейчас вот до сих пор на этой работе зарабатываю. Ну, трудности только в этом были, и там, ну, бывают разные ситуации. Я там сбил человека, такое тоже было на велике. Потому что электрикл байк, он очень-очень, там, быстро едет. Потому что, там, 30 километров в час вот так вот разгоняется. Я сбил человека, там, я попал в аварию, там, меня машина сбила, там. Ну, разные ситуации на дороге уже. Потому что я очень много работал с утра, с 8 утра, когда вот Макдональдс здесь открывался, и до миднайт. Так вот работал. Я поставил цель зарабатывать каждый день по 100 фунтов. Каждый день. Ну, и только так у меня денег на обучение хватило. Так вот. И, в принципе, где-то 2 месяца у меня это получилось. А вот почему вы решили работать нелегально? Ну, я говорю вам, легально здесь невозможно заработать на все деньги, которые вам нужны. Смотрите, вот я оплатил 4 тысячи на Примастерс, да? А Примастерс сам 7 тысяч. И получается, у меня 3 тысячи надо еще доплатить на Примастерс, а потом еще заработать 15 тысяч на магистратуру. Представляете цифры? Вот. У меня, как бы, не было выбора. Потому что здесь нет такой работы, которой вот иностранным студентам без опыта, работаю, без ничего. Таких молодым дают, там, 30 секунд за час. Нету таких работ. Вот. Нелегально это везде. Это вот. Куда вы не поедете? В Нью-Йорк, там, ну, в Соединенные Штаты, вот, в Европу, там, в ту самую, в Германию, Испанию, Италию, Юкей, везде. Там самое главное найти такую работу. Потому что, если вы будете следовать всем правилам, то, нет, вы не заработаете. Вы можете заработать только на, вот, на жизнь. Ну, есть здесь студенты, которые вот только легально работают, потому что им не нужны дополнительные деньги. Если бы мне не были нужны эти деньги, я просто бы работал легально. Самое тяжелое в обучении в Робертворде университет? Ничего тяжелого здесь нету. Если вообще, извините, такой привату, то, нет, ничего сложного вообще нет. Если вы, не знаю, я учился в Губкино. И после Губкино это легкотня вообще. Потому что, если вы в мастерстве сами учитесь, и, как бы, вы продолжаете свою, свою сферу обучения, то сложного нету. Самое сложное, можно сказать, может быть, барьер языковой, может быть, вы не понимаете, там, что говорят. Но потом, как бы, если сесть дома, там, все материалы пересмотреть, то там все становится понятно. А так, магистратура в чем заключается? Здесь только CourseWorks, CourseWorks, Sales, стадии в основном. Там у вас ничего не требуют, только вот дают дедлайны и дают курсовые, и говорят, вот, делай. Все. Если вот так вот посмотреть, вы просто за диплом получаетесь. Просто, когда поступаете в магистратуру, просто примите это. Не думайте, не ожидайте, типа, вам там все знания дадут туда-сюда. Система в Узбекистане – это очень хорошая система образования, потому что нас готовят, как бы, более обширно к многим вещам. Мы иногда вот жалуемся, почему такие предметы нам поставили, почему мы это вообще учим. Ну, это надо. А здесь просто вы, как бы, как сказать, self-study делаете. Вот и все. То есть обучение вам далось очень легко? Ну, да. Это не только мне, это многим. Потому что магистратуру вообще, кто приезжает на магистратуру? Приезжают люди с опытом работы. Потому что у меня сейчас в группе, я самый молодой, там, студенты, им за 30, многим. Ну, там, у них, там, 5 лет, 7 лет опыта работы. И, как бы, с ними учиться, с ними конкурировать тяжело, потому что они много чего знают, у них опыта много, ну, они быстро решают проблемы вот так вот. И я начал конкурировать поначалу, потом понял, что бесполезно, и все, уже только обращал внимание на свое обучение. Вот. Вам здесь, если надо, помогут, потому что учителя очень такие, ну, хорошие, помогают, поддерживают, и никаких сложностей в обучении у вас не будет. Ну, если вы вообще не забросите обучение там, если ничего не сдадите, так. Я не понимаю людей, которые говорят, о, у меня там дедлайн, у меня там много обучения, сложно, туда-сюда нет, ничего такого нету здесь. Расскажите поподробнее о учителях, о студентах, о атмосфере в университете. Университет, интернашнал, скажу, здесь очень сложно найти коренного шотландца, поэтому учителя тоже интернашнал. Очень много учителей из Нигерии, вот, с Африки. Вот, у некоторых студентов, у моих друзей даже учителя русскоговорящие, они с ними там русском общаются. Все понимают, что вы, вот, первое время вам сложно, типа, все проходили, проходили вот эти вот сложности в том, что все приезжали из других стран, и поэтому вам университет предоставляет очень много изначальных, сказать, ресурсов. Вот, как бы, вам дают сим-карту, вам предлагают деньги, да, вот, в размере, сколько там было, 600 фунтов, вот так вот. Вам прям прям про все, про все рассказывают, помогают. А вот как сами уроки проходят? Вот, здесь очень много лабораторий, очень много IT-классов, там вообще проблем нету с проведением опытов. Материалы очень доступны, учителя сами, тоже профессора, докторы, и очень, очень прям хорошо объясняют. Но не все, конечно, многие из них. Если вам учитель не нравится, вы можете пожаловаться еще. Ну, был такой опыт. Вот. В общем, high level. Расскажите про самый счастливый день в Шотландии. Про самый, вау. Самый счастливый день в Шотландии. Когда я начал, когда я получил машину, наверное, купил машину и начал водить, вот. А, кстати, вот этот момент еще, машина. Если у вас есть права, то вам станет жить намного-намного легче. Потому что здесь очень много водителей работают на разных доставках. Здесь очень много работы для доставщиков еды. И наши права здесь проходят. Вот первым делом, если вы сюда приедете, вы должны взять какую-то машину, купить. Там машина здесь вообще копейки стоит. За 300-400 можно купить нормальную машину, попрактиковаться и начать там ездить. Здесь проблема – это как бы страховка. Страховка здесь очень дорогая. Я саму страховку плачу 100 фунтов за месяц. Так, как когда моя машина вообще 300 фунтов стоит. Страховка получается, дорожащая машина. Но когда я начал водить, это было вообще классно. После там трех или четырех месяцев на велике, пересесть на машину, да, это было круто. Были бы вы универс-групп другим студентам? Вот, да, очень советую, потому что универс-групп, они не только помогают вам поступить в этот вуз, и, ну, поддерживают в течение обучения. Вот, я вот до сих пор в контакте с универс-групп, потому что, не знаю, я их уже наколебал, наверное. Вот, у меня очень много вопросов, потому что никто здесь вам на никакие вопросы не ответит. Адвокаты, они очень дорогие. Вот, универс-групп, они вот полностью по вопросам визы, по вопросам обучения стараются вас поддерживать и после поступления. И если вы хотите, как бы, очень хороших специалистов в этой сфере, по вопросам визы, то универс-групп, я думаю, очень хорошее решение, потому что я и многим моим другим знакомым советовал, и у них хорошее мнение, вот. Да. Самый смешной случай с доставкой? Самый смешной случай. Ну, таких было много. Вот, один раз я доставил еду, это было на 6 километров, на велике, не на e-bike, на простом велике, с Макдональдса доставил. И люди, короче, взяли еду, смотрят, говорят, ой, это не наш заказ. Я говорю, как так не ваш заказ? Ну, там, не то, что мы заказывали. Потом я позвонил в Макдональдс, и он позвонил в Макдональдс. И я, как бы, из Узбекистана, и, как бы, у нас, если вот неправильный заказ, вы должны принести правильный заказ, да, как бы, человек там, он не получил свое. Потом, и в Макдональдсе сказали, о, мы сейчас переделаем. Потом я поехал обратно, и взял вот этот заказ, приехал к клиенту, отдал ему этот заказ, и жду, когда мне дадут деньги. Мне не дали деньги. Кто там? Это ваша пицца, сэр, от Малыша Нера. Оставь все на пороге, выбирайся к дьяволу. Хорошо. А как же деньги? Какие еще деньги? Вы должны заплатить за пиццу, сэр. Неужели? И сколько я тебе должен? 11.80, сэр. Стой, что-то в себе, грязное животное. Жмот. Я когда в Макдональдс позвонил, они сказали, можете вторую еду не возвращать. Я так, ну ладно, потом, что поделаешь, отдал, потом пришел обратно в Макдональдс, там рассказываю, все смеются надо мной. Оказывается, не надо было второй раз доставлять, как бы, вот, вот, это был самый смешной момент, как бы, я смеялся над собой. Да, самый счастливый момент, когда мне дали чаевые, там, 50 фунтов за одну доставку. Это самые большие чаевые, которые получили? Да, 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 50 фунтов, это самые большие чаевые, получается. Ну, здесь на чаевых, когда вот вы начинаете работать на доставке, вот, канун Рождества, Нового года, вот, там, очень много денег вы зарабатываете, потому что и компания, вот, доставки сама дает дополнительные деньги, люди такие щедрые, канун Нового года, Рождества, типа, чаевые, чаевые. А вот насчет вот этой работы, многие не знают, что доставка здесь самая прибыльная работа после нефтегаза. Да, да, я вот говорю вам со стопроцентной уверенностью, люди здесь зарабатывают где-то полторы тысячи фунтов за неделю, если они работают на доставке. Вот иностранным студентам, которые вот так вот работают, как они могут устроиться на работу? Ну, это как бы нелегально, я имею в виду. Здесь вы, когда подаете документы на фирму Uber, да, вам сразу же отказывают, потому что у вас Tier 4 виза. А Tier 4 виза им не разрешено быть self-employed. Доставщик здесь считается self-employed. Как бы у вас нету, вы работаете, когда хотите, у вас нету конкретного графика, и вы обслуживаете все рестораны в городе. Вот, надо найти такого человека, который имеет свой аккаунт, как в Яндекс.Такси, и работать, как бы, под его именем. Вот это вот называется нелегально. Но в плане того, что вы будете все равно платить налоги, потому что тот человек, за которого вы работаете, он платит налоги, как бы, и нелегально в плане того, что у вас будет имя другое. Потому что у меня аккаунт под именем Брэндон. И он длинноволосый, да, блондин. Как бы, ну, я не совсем похож на него. Вот. Люди, когда смотрят, берут еду, они смотрят, говорят, ты Брэндон? Я говорю, да, да, я Брэндон. И вот так вот, что-то не похоже. Я говорю, ну, я тогда был молодым, изменился, и мимич поменял туда-сюда. Ну, как бы, выкручиваюсь. Так вот. Легко ли было адаптироваться к климату? Ну, да. Здесь не надо ждать лета. Лета здесь не бывает. Здесь вот погода, она не меняется, она вот одинаковая в течение года. Только там перепады температуры зимой до, не знаю, 4 градусов. Это выше, чем температура зимой в Ташкенте. И летом она не поднимается выше 20 градусов. Ну, может быть, там, 22-23. Поэтому вот здесь постоянный такой холод, можно сказать. Самое сложное было привыкнуть к дождям. Потому что, когда я был на велике, и делал дождь, я понимал, что если не буду работать, то ничего не будет. Я работал такой вот под дождем. Да, блин, даже вспоминать не хочу. Я не хочу те дни. Честно. Помогает ли БУС финансово? БУС? Да, помогает. Я сказал, здесь можно получить лон, студентс лон до 600 фунтов. Но его получить сложно. Во-первых, вы должны объяснить, почему вы берете эти деньги. Потому что вы все знаете, что перед отъездом вы показываете документ, что у вас в банке есть очень много денег, и вы как бы не нуждаетесь в никаких деньгах. БУС сразу об этом спрашивает. Они говорят, вот у тебя были же деньги в банке, где они? Вот, чего я только не придумывал, но мне все равно не поверят. Как бы, вот с коронавирусом ситуация изменилась. Там БУС предложил, типа, International Fund. Типа, это scholarship дает студентам, которые прям, очень в плохом экономическом положении. Вот я получил 900 фунтов. А мой друг, он получил 1500 фунтов. Вот в плане этого, ну, это очень долгий процесс, потому что никто просто так вам деньги не даст. Я просил 2000 фунтов, а мне дали 900. А вообще, да, возможно. Вы должны, то, что вы должны сделать, вы должны найти учителя, который за вас этот напишет. Типа, характеристика очень хорошая. Вот от этого зависит. Но здесь учителя не отказывают. Если вы скажете, у меня нет денег, там, I'm struggling. Они помогут вам. Скажите вообще, как вы планировали свой бюджет? Вот вы поехали только с 4000 фунтов, да? Нет, я оплатил 4000 фунтов, но у меня было 900 фунтов в кармане. 900 фунтов я планировал, как бы, два месяца оплатить за аренду, за два месяца, потом я нашел квартиру за 300 фунтов в месяц. И, кстати, еще один момент. Когда вы находитесь квартиру, здесь депозит есть, вы должны оплатить два месяца. Например, у вас 300 фунтов аренда, вы должны оплатить еще 300 фунтов депозит. Это не значит, что вы будете каждый месяц как бы delay делать. Например, вы сейчас 600 фунтов оплатили, а вы в следующий месяц не будете платить. Нет, вы будете платить каждый месяц 300 фунтов, и в конце, когда вы уходите из квартиры, вам вот эти изначальные 300 фунтов депозита вам возвращают. Вот типа возвращаются. Я говорю типа, потому что эти деньги, это страховка для арендодателя. Потому что вы можете там что-то сломать, там что-то сделать, это как бы покрывает. Вот, я планировал оплатить два месяца. Я нашел квартиру без депозита. Оплатить два месяца. Потом за два месяца найти работу. Посмотреть, что к чему. Я вообще планировал жить только на картошке. Потому что, да, потому что, ну вы понимаете, я не хотел вообще тратиться, вообще. Потом, после того, как я увидел, что здесь можно за 20 фунтов за неделю вот так вот закупиться едой. Потому что здесь реально, да, еда не такая дорогая, там можно купить там все, что захочешь. Вот. Вот так я вот и планировал. Каждую неделю 20 фунтов на еду. там, каждый месяц 300 на rent и 100 фунтов на вот эти electricity, gas, все такое. И как бы все пошло по плану. Ну, потом уже как, когда я начал зарабатывать, я уже начал откладывать, я как уже сказал, там 100 фунтов в день. Это возможно, в принципе, когда у вас holiday 100 фунтов в день заработать здесь. Вот. Потом зарабатывал, зарабатывал. А мне еще вот повезло. Я 400, 4000 фунтов оплатил за pre-master's. Потом в конце pre-master's про это забыли. Типа, когда вы учитесь в pre-master's, вы не учитесь в RGU, вы учитесь в ICRGU. Это International College of Robert Gautam University. Там про это просто забыли. Как бы мне разрешили обучиться в этом в ICRGU только на 4000 фунтов. Ну, как бы мне Шалкет Акет посоветовал. Типа, он сказал, давайте вы не будете говорить, что вы должны оплатить там еще 3000 фунтов, и как бы все мы забудем про это. Не знаю, он может быть, он с кем-то договорился. Не знаю, он про это мне не сказал. И просто, когда я ему сказал, что вот так вот так, он сказал, ну вот все. Короче, не думай об этом, все думай о магистратуре. Я сказал, ну, хорошо. Так вот. Ну, до сих пор планирую. Сейчас вот у меня продолжается вот эта планировка, потому что планы каждый день меняются, потому что вы видите ситуацию. Доставка, она вообще сдохла, когда умерла, когда вот коронавирус начался. Потому что люди вот поголовно побоялись уже заказывать еду. Я сидел целыми днями дома, без работы, без ничего. Даже учиться не хотелось, потому что денег нет. Да. Потом вот постепенно-постепенно я нашел работу на Pizza Hut. Как бы 20 часов моих легальных я взял себе. Сейчас работаю. Потом и нелегально тоже подрабатываю. И еще такой совет я сейчас расскажу. Вы спросили про там самый смешной, самый удачный, самый счастливый момент в моей жизни. В Шотландии у меня был день, дни могут, может быть, самый несчастливый, самый грустный в моей жизни. А то именно в Шотландии это было как... Здесь, если есть среди вас подписчиков, те, которые интересуются трейдингом, вы знаете, что такое трейдинг, я думаю, да? Это работа на бирже. А вот, получается, вы весь день работали или у вас еще оставалось время, чтобы как-то развеяться? Ну, про развлечения вы имеете в виду? Или развиваться? Я не понимаю. Развлечения? Нет, про развлечения я вообще не думал. Нет, не думал. То есть вы прям весь день работали? Работал и ночью учился, да. Вот с утра до ночи работаю, потом прихожу домой, где-то полчаса там покушать, душ, вот это все. Потом сижу, сажусь за компьютер и начинаю делать курсовые, где-то часа два. Потом утром опять просыпаюсь. Если универ надо, то езжаю в универ. Если на работу, то на работу. Так вот. Нет, если вы хотите сами оплатить за обучение, то про развлечения надо забыть, конечно. Вот. Вот этот вот коронавирус, говорю же, он все мои планы разрушил. Я вот опять начал иногда играть с компьютера, там туда-сюда, потому что делать нечего было. Когда, если вы хотите там реально оплатить за обучение, то просто забудьте про развлечения. Но здесь выходные, выходные, значит, это самый такой рабочий день для доставщика. Реально я говорю, за выходные можно там в два раза больше заработать. Здесь очень-очень визит. А вечером выходные, ну, то, что здесь умеют делать люди, это хорошо расслабляться. Вечером выходите, в субботу, воскресенье, в пятницу тем более. И там, вот, здесь есть Union Street, такая длинная улица центральная. И там где-то 100 разных ресторанов, баров, клубов, да. И как бы я иногда так делал. Там раз в день недели, вот так с друзьями просто выходите. И каждая из них на разную тематику, да. Один клуб там афроамериканская тематика, второй клуб там, не знаю, ковбойские музыки такие, там, как кто-то там танго танцует, не знаю. Вы просто обходите все вот эти клубы turn by turn, и можно так расслабиться. И если вам что-то понравится, можно там в дискотеку сходить. Здесь развлечения проблем нету, самое главное, вот, удержать себя, да, от всего этого. За какие качества вы больше всего порекомендовали в универс-группе? За поддержку, может быть, и за понимание положения студентов. Потому что поддерживают до тех пор, ну, да, всегда поддерживают, я имею в виду. Вот по положению студента, вы объясняете ваше положение, и они стараются найти тот вуз, который вам больше всего подходит. Как сказать, необходимый минимум. Самый оптимальный вариант. И я не работал с другими людьми, как бы, из универс-групп. Я работаю только в Шалке-Токе. Я не знаю, кто он у вас, он главный или там просто сотрудник, но вот как человек, он... В универс-группе я представляю в лице его. Он очень так помогает, очень поддерживает, и никогда, вот, я не знаю, я бы сам себе уже отказал. Никогда не отказывает в помощи. Вот, просто я очень много прошу у него, там, советы, что делать, вот такая вот ситуация. Он всегда старается помогать, всегда поддерживать. классный человек. Ну, и универс-групп в целом тоже. Какой совет вы можете дать будущим студентам? Time management. Да, старайтесь правильно распределить свое время. Думайте всегда на 2-3 шага вперед, там, чтобы не разочаровываться. Собирайте как можно много информации про буз, про город, в который вы ездите, потому что везде разные условия. Сейчас про Аберзин рассказываю, там, может быть, это для UK в целом сойдет, но в других странах это по-другому работает. Старайтесь найти людей, знакомых, друзей, которые там жили или сейчас живут. Никогда не думайте, что у вас что-то не получится. Прям вот вообще не думайте про этот вариант. Потому что везде можно как-то выжить или что-то там сделать, потому что человек начинает двигаться, когда у него нет выхода. Вот просто не бойтесь рискнуть. Здесь тоже студенты, как и вы. Даже вы будете здесь получше, потому что как система образования Узбекистана хорошее. И подавайте в любой вуз, вы там можете обучиться. Еще что. Вот как бы, ну, soft skills, наверное, вы знаете, что такое. Вот это вот развивайте в себе. В принципе, все. Отличный совет. Спасибо, что уделили время. Было очень интересно. И желаем вам удачи, найти высокооплачиваемую работу и всего самого наилучшего. Спасибо вам тоже за приглашение. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok